Клево всем, друзья! Сегодня 1 мая. Мир, труд, май. Всех с праздником! Я что-то стал последние видео выпускать по праздникам. Друзья, я приехал сегодня попробовать половить карпа. Давно не ловил. Что-то последний год, два, карпу стал очень мало уделять внимания. Хотя до этого очень его много ловил. И вот, решил выскочить с фидерами, половить карпа. Да, это платник, но у нас в Краснодарском крае реальная карпа может половить только в платниках. Так что, надеюсь, получится поймать. Погнали, ребята! Карп рыба, которая любит покушать. Поэтому его нужно кормить, не стесняясь. Поэтому, в отличие от карася, прикормки будет много. У меня есть открытая плотва пол-пачки. Беру свежую плотву. Друзья, почему плотва? Минус, чтобы прикормка пылила. В отличие от карася, карп очень классно реагирует на стол пыли. Быстрее собирается, быстрее приходит. И палтус. Довольно холодно. Сейчас где-то градусов 11-12. Поэтому у меня будет мясной состав. Палтус серия карп. Крупная прикормка с крупными частичками. Поэтому сама сыпуха у меня будет в составе. Пылящая прикормка и крупная карповая, но с аромой мяса. В водичку. Я не знаю, будет ли карп ловиться. Так-то он уже клюет. У нас температура воздуха еще два дня назад поднималась до 30 градусов. И вот уже сегодня третий день, когда довольно холодно. То есть перепад температур воздуха. И поэтому я не в курсе, как оно будет. Не выхватило двух пачек, но у меня была полпачки открытой, она пропадет. Поэтому решил ее вбухать. Первый этап добавления воды готов. Сейчас она должна, прикормка, минут 10 постоять, чтобы напитать воду. И только после этого я буду добавлять аромы. Ну вот, прикормка постояла. Взяла воду, стала тепленькой. Я взял полпачки кукурузы, порезал ее, что смог. Порезать практически невозможно ножницами. И сюда. Более чем полпачки, даже на этот объем, мне не нужно. Нет, много кукурузы не нужно. При ловле некрупного карпа я против добавки огромного количества кукурузы. В виде крупных частиц я буду в кормушку добавлять пелец. Вот это то, что будет для меня крупночастицкое использование при ловле карпа. И теперь аромы. Значит, у меня есть чуть-чуть халебуда. Уже добью его весь, с этого капелька буквально. Также есть чуть-чуть мидии. На донышке осталось, может пригодиться. И немного кукурузы. Все, друзья, прикормка готовая. Можно заниматься идти удочками. Друзья, локация очень интересная. Вот тут яма. Вот тут вот. Идет небольшой свал. Перед камышом стол. И возле камышей в нескольких метрах от них корни камыша. И вот с большой вероятностью сейчас карп будет или внизу свала на этом участке, или возле камыша, в корнях, возле корней. На яме, я считаю, ловить нечего. Тут будет или мелкий самый карпик, или крупный карась. В этом месте может быть все. Поэтому именно буду ловить. Одно удилище поставлю на стол перед корнями камыша. Второе внизу свала. Именно это создает всегда проблемы. Если садится рыба, она старается уйти в камыши. И порой достать ее невозможно. Ну, буду надеяться, что будет рыба, и что я ее достану. Сильно далеко бросать, нет смысла. Будет, не будет, не знаю, но буду пробовать. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, десять, сорок два оборота катушки. Значит, ветер боковой сдувает сильно. Ну, я буду пробовать ловить все-таки крылатой кормушкой. Именно из-за корней камыша. Чтобы был шанс кормушки быстрее всплыть. И хотя бы кормушки не встрять в корни камыша. Вот у меня пилец. Мед. Пятимиллиметровый. Хотел на мясном основе, но не было. И из того, что было, выбрал мед. Вот так он у меня будет. И я буду его постоянно добавлять в кормушку. Сейчас положу несколько кормушек закормочных. И вот так вот. Вот. Все. Первая закормочная кормушка первого удилища пошла. Из насадок у меня в основном сейчас основные будут две. Это опарыш и кукуруза. Но также, возможно, буду пробовать насадки пелец, попабы и тому подобное. Все это у меня с собой есть. Пока все-таки я хочу попробовать на классический фидер. Сейчас еще холодно. И может работать опарыш, а может стрельнуть кукуруза. Поэтому что будет, я не знаю. Буду подбирать. Но с большой вероятностью все-таки будет преобладание по карпу опарыш. По амуру, соответственно, кукуруза. Кормушка в лед взлетает. Выходит из воды. Это отлично. Где будет стоять это удилище? Глубина небольшая. Кстати, очень даже хорошо. Вот сейчас. Пока не видел ни одного всплеска рыбы. Сзади меня сейчас сосед поймал крупного карася. В этом водоеме карась есть. Я ловил до 1,7 кг. В том году, за год я здесь был всего один раз. Есть видео на канале. Оставлю ссылочку в описании. Можно зайти посмотреть. Также приехал, ловил карпа. Карпа практически нету. Зато ловились караси за кило. Кило плюс-минус такие вот. И я отлично оторвался по карасю. Также прикормка у меня была сделана на карпа. Но когда карпа я понял, что не было, я сделал прикормку на карася. И стал отлично ловить вот таких лаптей. Как я заскучился за карповыми загибами. Было время, я карпу посвящал очень много. И ловил на разных водоемах в огромном количестве. На этом водоеме у меня рекорд в районе 70 кг. Карпа. На фидер. Это было года 4 назад. Все, 5 кормушек положил. Хорош. Хотя на карпа надо много. Но я период ожидания между забросами буду делать всего 10 минут. Если я буду видеть, что на точке есть рыба, тогда будет чуть дольше. Если нету, то 10 минут. Поэтому постоянно подавать прикормку я буду. Поводки, крючки. Так, поставлю вот такой вот кругленький 30-сантиметровый поводок на поводке 0,2. И да, кстати, толщи поводков у меня нету и не хочу ставить. Я надеюсь и на крупную рыбу. Не люблю ловить карпа крупнее 4 кг. Мне это неинтересно. Забыл, что здесь петелька. Для меня самый любимый карп это 2-3 кг. Это то, что то, что мое. Так. Ну все, начну. Парыши начну. На этом удилище, наверное. Кучок опарыша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну что друзья 1 пошел снимаю с клипсы отпускаю фрикцион 6.43 первое удилище в бою старым удилищем посложнее мне нужно найти свальчик бровочку поэтому вешаю маркерный груз выбираю точку по забросу и бросаю клипса нормально еще одна клипса мостик ходу но мужик я кручу мостик мостик клюет погнали далеко зафиговала он где-то тут рядом протаскиванием ищу свал начались твердое дно началось опять твердая вот он нашел да и нет перед свалом и ниже свала идет твердое дно да вот он отступаю клипсуюсь проверяю ну по ребятки поклевка на отстрел кто то есть некрупный что-то мелко на отстрел слабенькая такая тык карасик что ли ли кто там ложек это мелочь что-то некрупное друзья но кто то есть на парыша поп-оп-оп-оп-оп упирается и вот карась такой грамм 600 если не больше ребят о лопатю моим вы ребятки вот такие караси здесь есть и клюют вот один есть такого красавца уже можно и в коптильню тверды наполов J там клюют есть ребята есть рыбка опять кто-то это покрупнее это карпик 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 клюнул на лету только упала и он садил главный пункт камыш не попер главное чтобы не попер в камыш и в корне в район корней тасуется и в районе камыши разворачиваю 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 вот он вот он вот он не устает самая нормальная для меня тузики чем ловить огромных крокодилов никакой ураган не крупный кило двести ну зато веселый зато веселый полторушечка красавец открылся я и по карпу вот такой красивый прогунистый как сазан ротик есть вот так ребят сначала шел довольно легко а здесь дал веселье маркировал свою поклевка продолжаю заниматься вторым удилищем точку нашел теперь кормим прикормки у меня много это удилище мощное поэтому вешаю кормовую закорм закормочную кормушку кидать недалеко несколько штук положу сразу пол пальчики когда ловишь в таких стесненных условиях конечно очень неудобно именно такую крупную серьезную рыбу как карп он тут у меня стенка камыша он может сюда щемануться а здесь второе удилище он может его содрать и вот конфликт интересов оп поклевка или зац не зацепил это был зацеп лески то есть рыба есть на точке и леску зацепила и по квертипу я увидел оп а вот эта поклевка на отстрел мимо раз мимо значит клипсуемся обратно нифига себе вот почему исход вот почему я снимаю клипсу друзья не засекся вот почему ребята снимаю клипсу если бы я сейчас был бы на клипсе и он засекся то с большой вероятностью был бы обрыв закурим готов такую тоже с крылышками 40 граммов к увешу объемная хотя там глубина уже побольше от камыша подальше но мало ли так крючочек крючочек чуть другой формы соду повешу вот такой вот и как говорил повешу кукурузку кормушечка внутри пелец закидывать тяжко будет на ветер ведь развернулся был оттуда сейчас оттуда вы не пришлось более другие кормушки ставить таким образом постоянно подаю карму свежую вкусняшку свежий перец а как его еще удержать на точке можно а вот никак ему нужно крупные частички не пыль вот это вот пыль это для привлечения чтоб его удержать на точке нужно вкусняшка но если я насыплю кукурузу может очень быстро и нажраться и скажет а я не хочу клевать я считаю кукурузу при ловле карпа стоит добавлять если вас долгая сессия и вы ловите крупную рыбу поэтому кукуруза нужна небольших количествах желательно мятая резаная даже бандуэлиной быстро насыщается она в отличие от прикормки от того же пельца дольше остается в организме да если это огромный тузик огромные карпища это одно если вот такие тузики там полтора два три килограмма это другое поэтому на коротких сессиях прикормка должна быстро работающая и должна быть много вкусняшек для него и одна из лучших вкусняшек это все-таки пелец а там сиди даже поклевки не видел прикиньте ребят офигеть поклевки не видел но рыба сидит то есть взял кукурузу и молчит как рыба об лед хотел перезабросить заклипсовался начинают тягучи этом слышу бым-бым-бым кто это такой небольшой карпик небольшой сошел поленился подсак на него взять и таки лучный карпик ничего так вот есть 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 на кукурузку на кукурузку кто-то ребятки поднялся некрупный как а русскую некрупный кто-то поклевки были дюб 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 это тут амур амурчик ребят бешеный амурчик небольшой кто же еще на кукурузку позариться кстати вот по сопротивлению подобный джекарпик сопротивлялся в разы сильнее ребята вот вам и амурчик кирушечный чуть больше скользкий длинный скользкий длинный в садок мимо мимо классная поклевка вовремя подсек и мимо после протяжки вот это вот он это вот он в камушь зашел зараза в камуши в камушь зашел сделал протяжку есть 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 хороший тузик хороший опять в камушь идет сход лучше так чем обрыв в камушь ныряет и ничего сделать не могу только на максимум пытаться удержать и поклевки дюб 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 да я боюсь нормальную рыбу не смогу поднять вся будет в камушь заныривать мне такое уже было здесь одно удилище собрал фидер один на безопасном монтаже поставил пелец и попап бой в корне сразу нырнул не в камуши он видно в корнях в корнях сидит почему сделать чуть дальше от камуша забрасываю поклевок нету плотную где . сразу делал там клюет но тут же ныряет или в корни или камуши и все есть на волос за бровкой кто-то клюнул так блин в камуши то не надо идти ребята в камуши то не надо и вот туда прет а под мостик тоже не надо карпик карпик кругленький ух какой урагана блин что такое не везет и как с ним бороться есть 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 расход меняю крючок вот так друзья куча поклевок кучу подержал рыбы а фигушки но зато интересно рыба не главное пошел одеться а тут пелец всадила в камуши уже были на меня и даже колбасит ребят на пелец и опять пока я ходил завеска мышь хрен его знать чему делать есть есть естественно кто-то есть ребят некрупный но есть на парша карпик некрупный тузик небольшой да отличается конкретно вот когда садится хороший попер и вот идет кило полтора тузики вот такой опа есть 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 на волос рыбка есть ребят смотрите а бьется главное чтоб при уважении вторая не кронова чуть 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 больше чем тузик но не сильно крупный но не сильно крупный опа хорошенький давай 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 как он давит классно не хочет голову поднимать выходить а бьется бьется завороты как в воде устраивает показался класс так что большой но бойцом это главное это главное подвоз не надо это главное знаете приколы знаете приколы опа ну вот и второй поехал в камыш прет и все лучше сошел или оборвал но в камыш пускать нельзя нацепился нацепился вот такой вот полторушечка вот пожалуйста если в камыши не заходят и крупнее достану в два раза 4-5 кг поднимал таких тут на вот эти же снасти если не заходит в камыши в корни камыша флэт ставить без вариантов просто потеряю флэт точно то же самое будет заводить и все если работа рыбачил с противоположного берега кидал под этот берег то можно было смело ставить флэт и спокойненько ловить на него папа буми старый два года им если не больше но запах сохранился хранились хорошо подсохли ну ничего зато просверлил папа биг нормально готово кстати при лам при ловле вот так вот на поводок из монолески на волос лучше всего работают крючки с длинным цевьем если при ловле на флэт ставим дробинку когда крючок правильно разворачивается то здесь именно длинное цевьё заставляет крючок правильно развернуться ну что друзья дождь не прекращается и решил ехать домой рыбку поймал довольно неплохо да не не шибко крупная но и вяду такие карасики просто сказочные карпики а ну красавцы за короткую дневную сессию получил огромное количество поклевок рыбы было много с утра работал опарыш чуть позже стал работать на волосе пелец очень было интересно такое я попадал на рыбалке часто с утра опарыш потом другие насадки было штук пять у меня хороших поклевок рыбу я не смог сдержать она уходила в камыши или в корни классно поборолся кайфанул великолепно мне другого не надо мне вот этого с головой пожарить уху сварить все класс я кайфанул удовольствие получил по прикорке все сделал правильно там все класс с праздничком вас друзья